Оно ждет твою любовь. Так можно перевести с немецкого языка название песни, которую дружно исполняли в актовом зале Венсполска 1-й гимназии учащиеся разных латвийских школ. Эта песня посвящена Балтийскому морю и была написана в рамках международного проекта SOS OSC, участие в котором принимают молодые люди из Финляндии, Петербурга, Эстонии, Литвы, Польши, Германии и Латвии. Внимание к проблеме экологии молодежь совсем недавно привлекала в Клайпиде, а теперь шумно и весело в Венсполсе. Это молодежный проект, который проходит на Балтийском уровне и посвящен он Балтийскому морю. Мы придумали для детей всех балтийских стран разные игры для работы в группах, чтобы привлечь их внимание к проблемам Балтийского моря. В Венсполсе эта песня прозвучала под особый аккомпанемент. Музыкальные инструменты сделаны с использованием отходов. Мы создали оркестр из этих инструментов, их кульминация была очень громкой. В конце мы планируем сделать видео на свою песню, которую можно будет посмотреть в интернете. Наша цель – привлечь общее внимание, как учеников, так и жителей. Балтийское море надо беречь. Мы живем возле моря, и оно нам, по сути, помогает жить. Мы изготовили свои музыкальные инструменты. Это шейкеры. Они сделаны из пластиковых банок, в которых находится горох. Саму банку мы обклеили изолентой. Еще мы сделали тамбурины из проволоки и металлических пробок, крышек. Все вместе музыцировали сегодня. Если мы не будем защищать наше море, то через несколько лет там вымрет рыба и птица. Природа погибнет. К серьезной проблеме, а именно защите окружающей среды, уделяя особое внимание Балтийскому морю, ученики подошли и творчески, музыцируя, рисуя, например, на сумках, и вполне серьезно, например, решая задания на соответствующую тематику. Предусмотрен был и сбор мусора в прибрежной полосе, рассказала директор гимназии Парсла Копмане. Но в Венспилсе этот урок не состоялся, ввиду и так чистой следы. Молодежи такие проекты, безусловно, идут на пользу, уверена директор. Это и воспитание, и расширение кругозора учеников, и возможность использовать знания английского и немецкого языков. Наша школа всегда открыта для гостей, открыта для творческих идей. Я организовала для учеников, изучающих немецкий язык, этот лагерь. Они, мне кажется, очень довольны, участвуют во всех мероприятиях, предусмотренном в этот день. Этот лагерь был организован с целью улучшить состояние Балтийского моря, потому что сегодня оно очень загрязнено. Мы пытаемся обратить внимание людей, делаем флешмобы, пикеты, буклеты, раздаем их людям, чтобы обратить их внимание на то, что происходит в Балтийском море. Мы сделали плакаты, чтобы, глядя на них, люди задумались. Сумки сделали, будем их обменивать на пластиковые мешки. Там написано на немецком, но рисунки помогут людям понять, что надо делать. Молодежь все чаще начинает осознавать проблемы, связанные с охраной окружающей среды. Особенно, которые касаются Балтийского моря. Если еще пять лет назад никто ничего не знал, то теперь при помощи масс-медиа молодые люди знают о проблемах. Они заботятся об окружающей среде, и мы создали рабочие группы, которые собирают мусор на улицах, и они с энтузиазмом это делают. Да и в школах сейчас больше рассказывают о проблемах экологии Балтийского моря. Латвию в ходе проекта «Сососсти» представляли ученики Венсполской 1-й гимназии, Валмирской Лепайской государственной гимназии, Айспутской Пумпорской средних школ и Рижской 69-й средней школы. Ирина Курганова, Инжодзин, Курзамская телевидение.